Есть множество рекомендаций для улучшения коммуникации, но они не дают главного ключа, не определяют положение человека, выходящего в коммуникацию. Как правило, открытый человек не испытывает проблем подобного рода. Следовательно, советы обращены в первую очередь к людям, которые в той или иной степени закрыты, замкнуты, испытывают неуверенность в себе, недостаток эмпатии. И на этом фоне многие рекомендации становятся просто бесполезными, так как не работают с сутью проблем. Нельзя преодолеть закрытость и развить эмпатию за пару дней. Это достаточно длинный путь. Мы открываемся тогда, когда нам хорошо, когда мы защищены, когда нас ничто не тревожит. Мы уверены в себе, в своей способности отвечать требованиям ситуации, нести некоторые напряжения неопределенности, если потребуется. Неуверенность сводится чаще всего к вопросу о том, как нас воспринимает собеседник, то есть переключает нас в русло тревоги за образ себя. Эта тревога сама по себе уже вызывает некоторую закрытость, эмоциональную замкнутость. Если что-то не так с нашим образом, то тревога еще сильнее. Обратите внимание на то, как вы воспринимаете себя, что в вас является предметом наибольшей тревоги. То, что вы не можете себя принять, скорее всего, в первую очередь бросается в глаза и окружающим. Постарайтесь занять принимающую позицию в отношении себя. Когда речь идет о первом контакте с незнакомым человеком, напряжение и неопределенности велико, и это естественно. Не скрывайте волнение, если оно у вас есть. Постарайтесь обыграть это. Человек не идеален. Человеку свойственно быть слабым, но ему также свойственно и проявлять человечность. Кого вы ожидаете увидеть в своем собеседнике? Проявление человеческого, скорее всего, склонит вашего собеседника на вашу сторону. Напряжение уйдет. Если же это не произойдет, подумайте, нужно ли вам стараться понравиться в этом случае. Подумайте, не отказываетесь ли вы от уважения к себе в желании понравиться или произвести впечатление. Проблемы с открытостью в общении неизбежно возникают, если вы ощущаете некоторую угрозу, исходящую от людей, знакомых или незнакомых. Подумайте о том, был ли у вас какой-то травматический опыт, связанный с общением. Если да, то, возможно, предстоящее общение пугает вас именно по той причине, что напоминает о чем-то очень болезненном. Проблема в отношениях с собой и с внешним миром – это бич современного общества. Все знают, как это важно, но это в то же время и сложно, безумно. И наш курс «Сутры отношений» направлен как раз на основу отношений. Те фундаментальные знания, благодаря которым любая коммуникация, любые связи будут вам под силу. Разделяйте эмоции собеседника. Если для вас это сложно, то, возможно, причина немного глубже и связана с недостатком эмпатии. Научитесь, прежде всего, слышать и понимать свои эмоции. Важны и для самосознания вопросы «Что я сейчас чувствую? Почему я это чувствую? Как бы я хотел себя чувствовать? Что мне нужно для этого?» Задавая их себе, вы постепенно сможете докопаться до причины и поймете, почему в той или иной ситуации вы проявляете эмоциональную замкнутость. Научитесь демонстрировать свои чувства и ставить себя на место другого человека. С помощью этой техники вы показываете собеседнику свое эмоциональное состояние от его действий. Любознательность расширяет границы эмпатии. Способность видеть в другом человеке целый мир – это уже половина пути к тому, чтобы искренне полюбить людей и начать чувствовать себя в общении, как рыба в воде. Чтобы заинтересоваться искренне, проявите сначала некоторую волю и постарайтесь себя заинтересовать, вовлечь. Итак, все вышеперечисленное сводится к нескольким простым ключевым моментам. Первое. Стремитесь к открытости в общении. Это и есть залог естественной гармоничной коммуникации, которая не только приносит радость и удовольствие, но и позволяет выходить в настоящее сотрудничество, получать содействие, понимать людей, правильно интерпретировать их посылы. Второе. Развивайте эмпатию в себе. Если вы не можете хотя бы в некоторой степени поставить себя на место другого человека, пережить его эмоции, принять его позицию, выполняйте специальные упражнения, направленные на развитие этих способностей. Например, одно из них. Просто внимательно посмотрите на собеседника и разберитесь. Может быть, вам что-то нравится в его внешности. На что вы обратили внимание? Попробуйте запомнить, какие у него брови, нос, губы, уши. Закройте глаза, попытайтесь вспомнить, попытайтесь понять, что вам нравится во внешности вашего собеседника. И вы сразу испытаете совершенно другое отношение к нему. Смотрите, будьте внимательны. Когда вы общаетесь с человеком, не надо делать вид, что вам интересно. Действительно слушайте. Будьте вовлечены, будьте внимательны к собеседнику. Это включает как раз не только способность внимательно слушать, но и необходимость смотреть в лицо, в глаза, по которым вы лучше понимаете чувство говорящего, смысл сказанного его оттенки. Обращайте внимание на позу, жесты, на общее состояние. Практикуйтесь. Даже если поначалу это будет сложно, со временем вы научитесь определять, комфортно ли человеку с вами, хочет ли он продолжать общение. Четвертое. Будьте искренни. Можно знать много хитростей и уловок, но ни одна из них не будет работать, если вы неискренны. Не позволяйте себе манипулировать. Если хотите, проявите, получить уважение или признание, построить доверительное отношение. Неподдельные эмоции и реакции всегда считываются собеседником. Чем больше честности и открытости вы будете проявлять по отношению к другому, тем больше доверия, а значит симпатии, будет между вами. И пятое. Практикуйте принимающие отношения к себе и к другим. В этом плане относитесь к другим точно так же, как хотели бы, чтобы относились к вам. Не осуждайте, не критикуйте, не обесценивайте, не подменяйте чужую реальность своей, если не хотите, чтобы так же поступали и с вами. Я благодарю вас за ваше доверие, за вашу активность в комментариях, за ваши лайки и репосты. Пользуйтесь советами, перекладывайте их на свою жизнь и будьте счастливы. До встречи в новых видео и берегите себя.